всем привет вам на канале алка парфюмер и сегодня на обзоре болгарский виски black ram ну что поехали ну что давайте будем приступать и не спешите отписываться так как я не собираюсь обзывать бленды это в виде исключения так как один мой хороший знакомый сказал что это один из лучших блендов которые он пробовал меня это заинтересовало и я решил его приобрести и попробовать ну а так это или не так мы сейчас об этом узнаем и давайте начнем с обзора бутылки виски идет в такой вот бутылки на лицевой этикетки сверху мы видим гордую надпись премиум бленда далее название black ram далее мы видим что виски финишировался в бочках бурбона хотя обычно основная выдержка проходит в таких бочках здесь же непонятно в чем была основная выдержка и сколько по времени финишировался виски в бочках из-под бурбона и внизу мы видим что возраст этого виски три года 40 процентов крепость и 500 миллилитров бутылочку меня состав вода исправленная купаж висковых выдержанных дистиллятов зерновых и солдовых красителей е 150 а карамель дата розлива 0 8 11 2022 года крышка винтовая металлическая брендированная ну а теперь пускай этот виски немного подышит ну что ж давайте приступать и начнем как обычно с цвета и цвет у нас такого классического подкрашенного бленда напоминающий яблочный сок что же касается аромата очень такое сильное влияние зерновых спиртов причем зерновые спирты зерновым спиртом рознь если как референс привести в пример например алухлом он single grain то это будет земля и небо здесь же чувствуется такой вот обычный ректификат с какого-нибудь лвз то есть такой просто чистый спирт в которой чуть-чуть добавили виски здесь заявлено вроде бы 80 процентов местных спиртов и 20 процентов солодовых привезенных из шотландии вроде бы так но по ощущениям там от силы процентов 10 и все остальное вот эти вот местные спирты как мне кажется это просто ректификат а вот за ним уже можно то есть прям сильный удар ректификата и за ним можно расслышать ваниль в таком достаточно обильном количестве цитрусовые нюансы имеются в нем есть какая-то выпечка то есть присутствует такая вот сладкая как будто булка с корицей причем и вот она тоже такая достаточно ванильная возможно что-то вроде шоколадных хлопьев для завтрака и есть какой-то такой синтетический аромат пластика ну и давайте попробуем на вкус первым делом такой обжигающий удар ректификатор напоминающий какой-то острый перец то есть прям сразу возникает резкое желание его быстро чем-то закусить или запить и после этого уже можно почувствовать такую навязчивую ваниль какие-то цитрусовые нюансы во вкусе тоже имеются присутствует вкус обычного простого хлеба есть небольшой намек на пряные травы финиш у него короткий неприятный как после водки опять же повторюсь хочется сразу же закусить и на финише как мираж появляется что-то вроде копченой рыбы сразу же исчезает и остается вот это вот навязчивая ваниль и на этом все одну секунду хотя нет еще одну секунду что же касается оценок давайте сразу выставим самое наверное сильное если так можно назвать страна у этого виски это аромат хотя бы к чему-то еще можно там прицепиться и за аромат я наверное поставлю ему 12 баллов что же касается вкуса на вкус снижу бал поставлю 11 баллов за финиш наверное тоже 11 баллов поставлю никакущий неприятный как и вкус и за баланс такой же поставлю тоже 11 баллов и того общая оценка 45 баллов это конечно беспрецедентная оценка на моем канале ниже я по-моему еще не ставил в обзорах что же касается цены то этот виски может стоить аж 1600 рублей я его видел за эти деньги лично я купил вот эту вот бутылку 05 винлаби за 899 рублей по акции а также после того как я попробовал это чудо и мне но совсем не понравилось однако же есть много людей которые говорят что это один из лучших блендов мне интересно было мнение моего друга иван андреева и я ему отправил целевой донат чтобы он тоже пошел магазин купил от виски и попробовал его и он его по моему взял в пятерочке за 750 рублей по акции но не за 750 не за 899 уж тем более не за 1600 рублей я не не рекомендую в покупке этот виски я вообще против выпуска таких виски продажи таких виски однако же спрос рождает предложение и есть любители кому-то это нравится поэтому раз нравится пускай продается но лично я рекомендовать к покупке это не буду и допивать эту бутылку я тоже не буду почему у меня тут не хватает энного количества потому что в начале я попробовал по совету да что это один из лучших блендов подумал что ну как такое может быть нет это не лучший бленд в этот день мы с другом выпивали и мы не идеально трезвые были поэтому оценка была возможно была не очень адекватная поэтому я имею ввиду что мы были адекватные но уже предварительно что-то выпивали и соответственно это неправильно оценивать виски когда-то что-то выпил до этого поэтому я через пару дней попробовал еще абсолютно находясь в трезвом состоянии понял что ничего и они попутал не перепутал все то же самое потом я пошел в гости к своему другу и взял свою бутылку чтобы сравнить а он любитель блендов и мы сравнили его стал маргию который я тоже не люблю на самом деле но по сравнению с этим он показался просто нектаром вот и то есть три пробы было по 20 миллилитров где-то в обычных не в глинкернах а в дегустационных бокальчиках вот и соответственно поэтому вот такого количества не хватает но больше я к нему не прикоснусь вам прикасаться не рекомендую тратить деньги на него не рекомендую лучше возьмите что-то другое ну а на этом все вы знаете что он делать всем пока и до новых встреч